С вами канал Учебник Слух. Окружающий мир, второй класс. Тема урока – Москва, столица России. Рассказ о городах России начнём с Москвы, потому что она – столица, главный город нашего государства. Используя рисунки, расскажи о Москве. Каким транспортом можно приехать в столицу нашей Родины из твоего края, куда, прежде всего, отправляются гости Москвы? Кто работает в Доме правительства? Какой театр Москвы самый знаменитый? Какие исторические памятники Москвы известны во всём мире? В каком учебном заведении Москвы мечтают учиться многие школьники? Где ты хотел бы побывать? Прочитаем стихотворение Михаила Лермонтова о Москве. Над Москвой Великой Златоглавою, Над стеной Кремлёвской Белокаменной, Из-за дальних лесов, из-за синих гор, По тесовым кровелькам играючи, Тучи серые разгоняючи, Заря алая подымается. Объясни выделенные в тексте слова. Кто силач возьмёт в охапку холм Кремля богатыря? Кто собьёт золотую шапку у Ивана Звонаря? Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку повернёт? Шляпы кто гордец не снимет? У святых в Кремле ворот. Как Москва строилась? Было это в давным-давно прошедшие времена, Более 870 лет тому назад. Из богатого и славного города Суздаля В местечко, которое называлось Москов, Прискакали на быстрых конях Князь Юрий Долгорукий Со своими воинами-дружинниками. Хотел князь выбрать место Под строительство крепости Пограничной заставы. Понравилось ему это место. Высокий холм, чистая речка Неглинка Впадает здесь в Москву реку. Красивые сосновые леса, Место тихое, глухое, Богатое ягодами, рыбой да зверем. Начали крепость строить. Обнесли холм валом, Возвели, построили высокий забор, Поставили с двух сторон ворота, Выстроили для князя палаты. Так возникла Москва. Полюбилась Москва князю Юрию Долгорукому. Один за другим появлялись На лесистых холмах дома, Богатела и разрасталась Москва. Сначала город был полностью деревянным, Но с каждым годом Прибавлялись каменные строения. Перед тобой репродукция исторической картины. Художник Аполлинарий Михайлович Воснецов Изобразил, как строилась Москва в древности. Обрати внимание на то, Из какого материала строился Кремль. Сравни вид первого московского Кремля С современным его видом. Москва всем городам голова. Москва постепенно объединяла народы, Жившие вокруг, для борьбы с врагами. Этот город стал главным Среди всех других городов Руси. И появилась поговорка «Москва всем городам голова». В те времена русскими землями Правили князья. Сильной и богатой стала Москва При князе Иване Даниловиче. Прозвали его в народе Иваном Калитой. Слово «калита» значило мешок, сумка. Князь всегда носил с собой Много мелкой монеты И раздавал бедным. При Иване Калите Шло строительство Москвы. Укреплялись границы княжества. Князь повелел возвести Крепостную стену вокруг Москвы С воротами, башнями, бойницами Из толстых дубовых бревен. Внук Ивана Калиты Князь Дмитрий Донской Продолжал дело своего деда Укреплял Москву. Однажды жарким летом Случился в Москве небывалый пожар. Сгорело много строений. В том числе Стены деревянного Кремля. Тогда и приказал Князь Дмитрий Иванович Возводить на Боровицком холме На левом берегу реки Москвы При впадении в нее Речки Неглинки Кремль из белого камня. С тех пор стали называть Москву белокаменной. Более ста лет Простоял белокаменный Кремль. А потом его сменил Кремль Из красного кирпича, Которым мы любуемся до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok